Посмотрите в это мужественное лицо трудового человека, блестяще сыгранного Николаем Рыбниковым. В его глазах отражается текущая сталь, на таких, как он, держится Родина. Его персонаж вымышленный, а в зале детской школы искусств герои реальные. Они не понаслышке знают, как закаляется сталь. И нет прекрасней красоты, чем красота горячего металла. В их профессиональный праздник со сцены звучат слова благодарности за нелегкий, но такой нужный труд. Помимо слов, было еще кое-что, более существенное. Лучших работников отрасли поощряли благодарственными письмами и денежными премиями. Среди отличившихся Елена Жемчужникова. Она трудится в металлургической отрасли уже 41 год. И все они прошли на коксогазовом заводе, о котором Елена Николаевна говорит не иначе, как стихами. Я не хочу судьбу и новую. Ни на что не применять. Кто за вас был проходной, что в люди вывела меня. Я не хочу судьбу иную. Мне ни на что не променять. Кто за вас был проходной, что в люди вывела меня. Московский коксогазовый завод, безусловно, заслуживает и песен, и стихов. Про него снимают фильмы. Ведь если бы не коксогаз, не было бы и нашего города. С коксогазового завода, с металлургии начиналась история Видномского края, когда был основан город Видное, когда он у нас стал районным центром. И градообразующее предприятие внесло огромную лепту в становление экономического, творческого потенциала. Заложило те традиции, которые мы сегодня с вами все сохраняем и передаем из поколения поколения. Кроме официальных лиц, тружеников завода поздравляли и приглашенные на праздник артисты. Была здесь и барабанная дробь, и оперные арии, и зной кубинских пляжей. Есть пословица, кто умеет хорошо работать, тот умеет и хорошо отдыхать. В справедливости этих слов наша съемочная группа убедилась воочию. Празднование Дня Металлурга в этом году выдалось настолько жарким, что зрители не удержались, вышли на сцену и стали танцевать с артистами этого замечательного концерта. Вот, посмотрите. Даже после того, как излучали последние аккорды музыки, заводчане еще долго не расходились. Общались, пожимали друг другу руки, желали всего лучшего. Между делом обсудили и неизвестно, откуда возникший слух о сносе домов в центральной части города. У главы на подобные слухи ответ четкий. Это полная чушь, не суразится, никаких опасений нет. Все эти слухи беспочвены и никакого сноса центральной или какой-либо другой части города нет и не будет. Так и не будет точечной застройки. Быть в этом уверенными важно для людей, любящих свой город и свою профессию. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ.